Видео родители Даниила договорились больше никогда не пересматривать. После чудовищного удара водитель даже не остановился. Ребенок так и лежал на асфальте, пока не приехала скорая. Мы с медсестрой пытались его, чтобы он не уходил. Кричали ему, не уходил. Он кричал, мама, мне больно. Проснулся, вижу, я не дома. Думал, что это просто сон был. Потом спрашиваю у медсестры, а где я? У тебя машина спила? Я не поперела, я сказала, может, с кем-то меня перепутали. Вся жизнь Даниила сейчас это больницы, операции и попытки заново научиться ходить. Виновника аварии задержат чуть позже во дворах. Мне показалось, что пересекаю ребру на желтый свет светофора. Случилась данная ситуация. Очень сильно растерялся. Отныне эта растерянность судами будет приравниваться к употреблению алкоголя за рулем. Сбил человека и уехал с места ДТП, значит, был пьян. Такую поправку в уголовный кодекс предложило правительство и одобрила сегодня в первом чтении Государственная Дума. Так захлопнулась еще одна лазейка в законе. Ведь раньше выпившие водители пытались снизить себе срок заключения. Сбил пешехода, скрылся, спрятался, где-то пересидел, а потом сдался полиции. Мол, осознал и раскаялся. И все, спустя неделю уже никакая экспертиза не докажет, что человек за рулем был пьян. Два года. В среднем именно такая разница в приговорах за одно и то же преступление на дороге для трезвых и пьяных водителей. Все зависит от тяжести травм и количества жертв. Только за прошлый год в России за ДТП с погибшими и ранеными осуждены почти 10 тысяч человек. В их числе и те, кто пытался сбежать. Ну, занесло на льду, ударило, ты сбил человека, все может быть. Надо быть, конечно, внимательным. Но, если человек оставался жив, если ему можно было помочь, надо было вызвать скорую и так далее, а вы этого не сделали, сбежали, то как вас можно назвать? Конечно, такого человека можно назвать только негодяем. Эксперты предупреждают и тех, кто не прочь после ДТП договориться на месте. Авария с участием пешехода – это всегда риск. Пожалуй, я все-таки это заявлю, еще скажу, что он сбежал, еще меня запугал, еще на меня кричал ногами топол и братвой угрожал. Увы, такие случаются ситуации достаточно часто, поэтому совет – обменяться расписками. Но самое универсальное решение – если в аварии есть пострадавшие, всегда оставаться на месте до приезда ГИБДД. Алексей Кузьмин.